Бомж Толян заобщался с местными, серьёзными братками. Братки явно недовольны тому, что на свалке появляется другая группировка, имеющая влияние, но открыто конфликтовать пока не собираются. Вместо этого они предложили сотрудничать, на что Толя согласился. Но это не значит, что мы остановимся и не пойдём дальше. Помогайте Толяну расширять зону своего влияния своими лайками под видосом и комментариями. Приятного просмотра! Поговорить с Саидом. Он просил у меня какую-то помощь. Сейчас там должна, кстати, охрана появиться от братков. На самом деле, я не хочу под братков прогенаться, но знаете, тут дело дипломатии. Сейчас я дал заднюю, а завтра я как бы... да. Хорошо, продолжать поиски убийцы, найти канистру спирта, которую я до сих пор не могу найти, и напоить алкашей отравой. Одно из главных заданий, которое висит и не выполняется. Возможно, это какой-то баг. Хорошо, идём к Саиду. Возможно, сейчас мы ему сможем чем-то помочь. Всё-таки это наша точка, плюс я оттуда какой-то доход должен получать. Ну, не знаю, будет ли он мне зачастяться. Время 14.51 по игре. Темновато. Здорово! О, тут новые бандиты появились. Ну, всё понятно. А, и сразу тут как тут кабаны. Какая-то, блин, странная фигня. Я подхожу, и всегда тут кабаны появляются вдруг. Это, знаете, напрягает прям. Готов. Слышь, тут академик тот, что бар бандитов держит, спрашивает, будешь ли ты бутылки скупать из их бара? Слющей. Если бутылки стеклянные, то не проблема. Пускай он их сюда несёт. Понятно. Так, подожди, а ты же меня звал, по-моему, ещё до этого, разве нет? Доложить академику. Почему-то мне казалось, что меня звал Саид, но чё-то как-то нет. Ну, ладно. Можно бабла поднять. Нет. Братки тут отдыхают. А, вот, вас Гена-то был. Что тебе надо? Слушай, эй, ты, конечно, не обижайся, но этот вонючий крыс и снова ко мне наведались, да? И не хотел тебя напрягать делать. И послал один бомж найти, откуда лезет этот вщивый крыса. Мне пришло сообщение от него и фото с местом, откуда он лезет. Сам бомж не вернулся. Да, я полагаю, что там очень опасное место, и бомж был зажив и скучен крысами, или, противный случай, он бухает где-то. Я готов дать тебе гранаты, если ты подорвёшь этот шайтан-норка. Я гарантирую тебе золотые горы, если ты поможешь мне, брат. Так уж и быть, я тебя выручу, но последний раз. Давай там свою гранату. Я знал, что ты помогает мне, брат. Вот тебе гранаты, иди и разнеси это логово, шайтан. Отлично. Сейчас устроим. Готовь лавэ пока. Давай, хорошо. А, и опять кабаны, да что ты будешь делать, надоели кабаны. Хорошо, вот тут какая-то норка, где, значит, можно подорвать крыс. Скорее всего, там же мы найдём какого-то покойного бомжа. Ни хрена опять, как всегда, не видно. Да, тут ещё и туман. Короче, я перегрузился, чтобы погода изменилась на хорошую, а тут туман. Тут радиация будет или как? Скорее всего, да. Да, тут есть радиация. Да почему погода меняется каждый раз, когда я перегружаю? Сейчас какая-то странная шляпа. Давай используем, значит, какую-то сигаретку, она вроде 10 секунд действует, да? Из этих 10 секунд мы можем попытаться успеть тут разобраться, что тут и к чему. А, вот тут, да, значит, дырка шайтановая. Ну, давай попробуем гранату кинуть. Ещё раз F4. Так, кидаем. Вроде кинул, а вроде бы как бы и нет. Нет? Нет, я понял, ладно. Погнали. Ага, понятно. Убить гигантскую крысу обновлено, убить... А, в смысле, гигантская крыса там ещё какая-то? Хе, в смысле? Так, пойдём пообщаемся с гигантской крысой. Ты что тут делаешь? Мать! Ля какая! Ты смотри на неё! Так, у меня ещё и ружьё зависло, прикол. Ну чё, давай тогда мочим крысу. Ничего себе, она ещё и живучая, что ли, будет? Отлично, готово. Потребуется награду. Ну, пойдём, потребуем. Крыса действительно очень большая была, наш даже герой удивился. Ну что, дед? Бахнуло прям козырно. Даже пробки из ушей вымело. Думаю, теперь крысы не будут тебя беспокоить. Что там с моим баблом? Вах, дорогой! Вот это ты мне снова выручить, да? Вот твоя тысяча рублей. Я также постоянно скидка на мои продукты. Нормально я поработал. Ага. Ну всё, а чё за скидка на продукты? Шаурма, что ли, за 200 рублей? Кроме шаурмы-то у него ничего не продаётся. Хорошо, значит, нам сейчас нужно возвращаться. В смысле? Охренеть, он оттуда? Как он оттуда по мне попадает, сквозь туман? Да, понятно. Ладно, нам нужно, между прочим, с вами куда? Вернуться сейчас к академику и сказать, что у вас Ген согласен принимать от него бутылки оптом. Ещё бы он не был согласен, странно. Ну, ребят, многие мне говорили в комментариях, мол, смотри, какая отвратительная погода, часто темно. Но я не могу с этим ничего сделать. Я сейчас попробовал перезагружаться, перезагружаться, погода не становилась. Я могу через повелительные зоны сделать ясную погоду, но вы посмотрите, какая она отвратительная. Давай сделаем. Сделал ясную, вот я как бы... Ну и что это за отврат? Почему так впереди всё размыто? То есть у Толика ограниченная какая-то дальность видимости, дальше всё размыто, и это отвратительно, согласитесь. Уж лучше играть в тумане, чем при ясной погоде. Ну вот, ага, здорово, мужики. Саид согласен ваши бутылки скупать. Эта весточка, конечно, козырная, но есть ещё проблема. У нас тут пацаны все нормальные, не околопарашники. Сечёшь? Так вот, ты найди того, кто согласен будет за сотку лишний раз метнуться с бутылками нашими к Саиду и обратно к нам с баблом от него. О, а может ты запрячься готов? Ты чё гонишь? Я тебе не чухан какой-то, чтобы такой фигнёй страдать. Поищу вам кого-нибудь на эту роль. Ну ладно, тогда ты этим делом займись. А как чё найдёшь по работникам, так сразу ко мне иди. Работа есть? У тебя чё, я тут биржи труда, что ли? Ну понятно. Так, дед, ты мне чё скажешь? Нет. То есть нам теперь нужно найти какого-то работника, да? Ну да. Академику нужен человек, который за сотку работать будет и доскать бутылки Саиду. Надо поискать такого среди местных бомжей. Ну понятно, понятно. Ну попробуем, чё же нам ещё остаётся? Главное в задании чё-то не появляется. И я тупо навожу порядки своими руками. Там какие-то сообщения появились. Ну и ломка началась, вернулась, кстати. Я отдохнул, сейчас подойду, у меня тут базар есть. Понял тебя, Толя, это нам надо к Лёхе подойти. И придётся шевряться. Делать нечего. Заодно попробуем холодильник утащить. А, ну всё, я перегружен. Сколько он весит? 59 килограмм. Я в шоке. Пойдём с Лёхой поговорим. Здарова, Лёха. Короче, я тут разыгрался. Пора бы нам пункт приёма металла подмять. Деньги там, бубновые мутятся. Думаю, без лишней крови обойтись. Что там у металлиста по охране? О, это тема. Да вот, я недавно гонял туда, сбагрил чайник ржавый. Пойду попробую с ним добазариться. Договориться с металлистом. Выполнен, пока у мекать Лёхой. О, вот это хороший детектор. В смысле? О, это Егор Крыса. Пацаны, это Егор Крыса. Опа, какие люди. Ага, мне же его убить надо было. Так, Егор Крыса. Ключ Егора Крыса. Ключ найденный в кармане у Егора Крыса от какого-то замка. Неизвестно. Понятно. Но я же его правильно убил? Её дит калия. 240 секунд. Очень хорошая защита. Это то есть где-то в радиационном месте его тайник, значит, что водится, это понятно. Ну, вроде для меня красный стал. Надеюсь, я правильно сделал, что в него выстрелил. Так, я какой-то ещё телефон у него нашёл, да? Телефон Егора Крысы. Мобильный телефон, принадлежащий Егору Крысе. Последнее отправленное сообщение. Здорово, коряга. Прикинь, мне подфартило на днях. Короче, пошёл я с одним лохом по свалке рыскать на предмет металлолома. А там кусок золота нашёл. Чего только не выкидывают. Ну вот, я, короче, бомжей, что со мной были, подкупил. И ему по башке арматуры дал со всей дури сзади. Пойду продам золото. Может, чего дельное куплю. Потом надо будет отметить это. Так что встретимся в красном бару и бухнём. Ясно? У меня тут мобила со всякой инфой того гада, что меня обокрал и тебе золото моё недавно загнал. Интересует такое? Ну, в принципе, да. Давай за три с половиной заберу. О, ништяк, вообще бабло. Эй, ёпта. Слыхал, как я размотал банду хряща? Не хочешь такой живучести? Будешь работать на меня. Ты тут ничего не перепутал, дурачок? Я никому платить не буду. Хватит того, что я бандосом отваливаю. Проваливай. Тебе лучше со мной не ругаться, гад. Не договоримся? Так будешь зарыт за своим вагончиком вместе с охраной. Я всё сказал. А теперь вали отсюда. У меня дел куча дурачок. Взять Петруху на дело. Понятно, бывай. Ну, ясно. Только вот мой гагать спать хочет? А я никак не могу лечь, да? Этот жирный гад меня послал. Придётся его убить. Видимо, видит бог, я не хотел крови. Возьму наделать с собой Петруху. Ключ Егора Крысы. Нам где-то надо найти его, да? Да-да, Толя, он жадный вообще. За копейку давится. Так что вали его нах. Ясно. Блин, а чё тут нет кроватки? Я не хочу ради того, чтобы поспать, переться обратно. Аж сюда. В лагерь Толика. Ну, видимо, выбора у меня нет. Пойдём. Блин, я даже не знаю, где найти тайники Егора Крысы. Не могу предположить. Но так как при нём, опять-таки говорю, была редкая таблетка, которую я до этого нигде никогда не встречал, и которая на 240 аж секунд дает защиты, я полагаю, что где-то на мусорной куче радиационной. Вряд ли на этой же, это же мега тупо. Так что где-то на другой. Ну, либо в каком-то радиационном месте отравленном. О, тут всего три человека, прикинь. Жесть. Так, я отоспался. Давайте покушаем свинину нашу вкусную. В смысле, а почему эта банка ржавая стала? Жестяная банка. Ладно. Я тут некоторые хабар складываю. О, Толика, ломка. Слушай, а наркоты-то нет. Началось. Не, мне, конечно, подскали, что периодически в продаже у бандосиков появляется наркота. Слушай, может, кто из этих пацанов работать хочет? Просто так, я заморфин использовал, блин. Тут, короче, типа лампы-то есть, но они по факту вообще не светят, и нихренашеньки не видно из-за этого. Ну, ну, очень тусклый свет. Уж в бандитский бар мог бы и хорошо быть получше освещен. О, смотри, новое ржье продает. Правда, ржавое, но это очень дорого. Обрезок за 20 тысяч. Обалдеть. И то ржавое, опять-таки. У меня тоже ржавый, да? Нет, у меня просто тот светящий А6, представляешь? Так, что будет по наркоте? Кстати, наркотики вредят вашему здоровью, и никогда их не употребляйте, друзья. Да что-то как-то ничего. Дзит, а мне надо. Это что, противогаз? Да. Но он дает неплохую радиозащиту и сильную химзащиту. То есть, неужели нам надо будет там в химические такие места лезть? И там, возможно, что-то будет. Надо будет это взять на заметку, так скажем. О, смотрите, что тут есть у бандосов. Давай. Все, давай, бывай. Нам сейчас куда надо? Нам надо, да, сейчас договориться с Лехой. Придется вот эту таблеточку использовать, потому что как-то плохо себя чувствует, сам видите. Эй, Петруха, подъем! Поможешь мне захватить пункт приема металла? Тот жадный хер должен заплатить кровью за свою несговорчивость. Конечно, куришь. Давай только все аккуратно замусим. А как еще? Ясен черт, все по-умному. Просто вломимся и перестреляем. А потом что делать будем с этим пунктом? Не знаю, давай еще немного. Потом двинем. Либо потом решим. Че ты бежишь-то вперед паровоза? Ты лучше так беги металлоприемник захватывать. Пошли уже. Ага. Взять базу под контроль. Ну погнали. Вот это я понимаю война группировок. Только война группировок за бомжей. Бомжиков против там еще какая-то банда других бомжей. И что мне делать? И просто вот всех поперебивать тут, да? То есть с ним даже не надо попытаться опять поговорить? Не, не надо. Его то есть конкретно придется убить. Наверное, я так думаю. Ладно, посмотрим. Я готов. Раненый, раненый. Отлично. Готов. Так, на меня там еще кто-то стреляет с бугра. Минус дурачок. Остался последний вроде как раненый. Его, наверное, можно вот так вот. Так, и что, его тоже надо убивать, да? Да. Отразить наступление теперь какое-то. Так, Петруха, вы идете ко мне или как? Отразить наступление. Ну да, там, наверное, наступление на меня. Ля, я смотри, у него какой детектор можно достать. Не самый лучший. Кстати, а прикинь, если только вот у него можно было самый лучший купить детектор. И как бы вот я не купил и все, и всрал этот момент. Будет обидненько. Радиоприемник, кастрюля на голову. Шикардос. Кому же теперь металл сдавать? Так, ну и что? Где кто? Я никого не вижу. А, они тут что ли? Ну да, нихрена их там много. Да, пацаны, идите сюда, я вас жду. Стрелять будем в голову, да? Готов еще один. Где мои? Как всегда, блин, моих нет. Они что, померли что ли? Хотя там только один Петруха был, наверное, по факту. Так, у него вроде какой-то ржавый пистолет. Настоящий, кстати говоря. Ты прикинь, настоящий ПМ ржавый. Он по характеристикам лучше моего? Да, повреждения во много, во много раз больше. Давай тогда его оденем. Тут всего 6 патронов, но тем не менее. Правда, я больше с двух выстрелов с травмата в голову убил. Баншот в голову. Правда, еще один я пустил мимо. Ну, я косую уже, тут что с меня взять? Тут уже серьезные братки, конечно, идут. Я так полагаю, что это именно братки те, короче. Вы поняли откуда, с логовой их. Где остальные-то? Это Петруха помер, да? Да, это помер Петруха, но, ребят, я не знаю, что с ним делать? Прямо передо мной. Выполнено. Я там какое-то сообщение отправил. Давайте прочтем. Слышь, фраер говенный, ты там рамсы не попутал в конец? А, это мне отправил, Лютый. Какого черта ты бивить моих людей по беспределу кладешь? Знаешь, что за такое делают псина? Ты чё там раскукарекался? Тебя за крышу платят. Так маучи. Ага, ну, походу, намечается серьезная потасовка с лидером местной банды. Базар там, фильтруй. А то мои братки быстро тебя научат разговаривать. Ладно, будешь остегивать за эту точку каждую неделю 80%. Это за моих братков компенсация будет. Советую побыстрее найти замену металлисту. А то денег не будет в конце недели. И я себя по полной спрошу. Всосал? Найти замену металлиста. Понял. Точка будет работать не ссы. Да, какой-то там тоже бандит терпил. Как можно после такого меня терпеть? Не знаю. Павлухар Ванной. Этот никнейм не вселяет в меня. Уверен. Какого-то. Да. Ага. Ну, хорошо. Чё дальше-то? Найти теперь замену металлисту. А где же я его найду-то? Найти замену металлисту. Найти замену этому тому. Зато у меня теперь есть настоящий помощь. А где мой травмат? Да, ушки. Давай сосисочку съедим. Ну, умер Лёха. Чё теперь делать? Надеюсь, что с ним не было ничего связано. Пока. Тут не о чём говорить. Тут тоже не о чём говорить. Можно только разобрать приёмник, держи водку. И кое-что с этого получить. Приёмник, опять-таки. Что-то мы с этого получили. Хороший тост, кстати. Ржавое ружьё. Так, чё делаем? Найти замену. Я даже не представляю, где. А, тут, кстати, какой-то челик же спал. Помните? Лёва, не Лёва. Может, с ним можно будет договориться. Не зря же он тут остался. Или он до сих пор спит. Там работёнка есть одна. Академик ищет работника, что готов будет с бандитской малины бутылки таскать к Саиду. А потом обратно с прибылью приходить. За каждый заход обещает сотку платить. Слушай, работа вроде не пыльная. Я, в принципе, могу напрячься и поработать. Отлично, я тогда пойду скажу ему. Пока. Ага, вот на такую работу, значит, этого дурачка можно было нанять. Хорошо, пойдём тогда сдадим эту работу. И, опять-таки, надо же думать, кто заменит металлиста. Если честно, у меня даже нет в планах никаких таких людей. Саид или там, да вряд ли его друг какой-то. Ну, не знаю, посмотрим. Может, кто с моего лагеря. Лёха молчит, с ним нельзя никак базариться по этому поводу. Я нашёл работника. Бомж по имени Лёва вроде толковый мужик. Отлично. Вот твой лавандос. Ты отлично поработал. 800 рублей. Понятно. Тут не о чём говорить. Хорошо, с этим разобрались. Дальше, найти замену металлисту. Я убил металлиста, но кто теперь будет работать? Нет рабочих, значит, стоит работа. А если стоит работа, то и нет денег. Надо срочно найти кого-то на замену металлисту. Угу. Продолжать поиски убийцы. Найти канистру спирта, которую мы могли купить за 5 тысяч, но я этого не стал делать. Я сомневаюсь, что мне больше дадут награду, типа, там, 6 тысяч. Наверное, что-то находит. Наверное, какие-то такие серьёзные куски металла. Опять кабаны напали. Причём очень много кабанов. Ну, привет, Толян. Ты, Саид, собирай свои бутылки. Будешь работать теперь ещё и с железом. Слушай, начальник, я не могу. Вон, иди моего брата Вазгена позови. Понятно. Ты слышишь? Собирай манатки. Иди ко мне работать. Металлиста я убил, и теперь металл покупать, да продавать нужно вместо него. Слющий, да? Мой дело хорошо, шеверма готовка делать, а не железками меняться. Но я знаю один человек хороший, который будет готов работать, засучив рукав. Тогда почему ты тянешь кота за хвост? Выкладывай, что за человек. Это мой брат Кама. Он живёт в Красный Бор и работает там на какой-то человек в магазине погрузки. Точнее, работал до недавнего дня, а вчера его этот шайтан уволил. Деньги нужен брату, а работать он хорошо. Вот только в дагестанский кровь в нём текёт, да? Может иногда лишнего сказать, если ты не будешь ничего плохого ему делать, да? То я так уж и быть позову его, а как он тут при ты, он тебе сразу сообщений кинул. Ладно, зови своего брата. Ага, понятно. Ждём его брата, по сути, получается, и в это время можем что-нибудь делать. Например, найти тайник Егора Крыса, но я вообще не подозреваю, где он может быть. То, кстати, есть посёлок Красный Бор, вдруг нам туда надо будет переместиться. Окрестности Свалки. Это город, судя по всему. Ну всё, больше тут ничего нет. Ну, понятно. Субтитры сделал DimaTorzok